приветствую вас дорогие друзья горящий привет из северодвинска меня зовут михаил я пастор церкви которая находится на краю земли это белое море город северодвинск архангельская область церковь слова жизни рад вас приветствовать и рад сегодня поделиться коротко тем словом которое есть моем сердце давайте вместе откроем псалом 90 и я думаю что это наверное самые но одни по крайней мере из самых знаменитых мире сколько 16 стихов которые очень много людей знают наизусть мы сегодня вместе с вами внимательно посмотрим первые два стиха давайте вместе прочитаем написано так живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит господу прибежище мое и защита моя бог мой на которого я уповаю и вот друзья там мысль которую я хочу сегодня оставить вашем сердце она в том что знаете написано что живущий под кровом всевышнего и дальше вот все те обетования которые присутствуют в этом великолепном псалме они относятся именно к такому человеку к человеку кто живет под кровом всевышнего знаете истина она в том что есть люди которые к нему иногда заходят в гости есть люди которые к нему приходят в гости допустим по праздникам пришел свечку поставил ушел и они так думают ну все моя миссия она выполнена есть те кто к нему приходят по мере нужды по мере необходимости что-то произошло в жизни смотришь церкви наполняются как много появилось благочестивых как много появилось тех кто переживает молится и так мы устроены до что если что-то происходит то мы тогда бежим к богу но послушайте внимательно о чем здесь говорит дух святой дух святой не говорит здесь что вот эти обетования они будут относиться к тому человеку кто приходит в гости к богу иногда но эти обетования друзья которые перечисляются в этом великолепном псалме они относятся к тем кто живет под кровом всевышнего живущий под кровом всевышнего это тот кто не уходит из его благословенного тайного вот этого царственного присутствия это человек который не в гости пришел но это человек который пришел однажды и не уходит никогда он живет под кровом всевышнего вот это слово драгоценное давайте мы возьмем сегодня в наши сердца пусть бог нас благословит чтобы мы слышали чтобы мы понимали вот это сокровенное послание которое есть от духа святого для каждого из нас живущий под кровом всевышнего это так важно чтобы мы были живущими под его святым покровом всегда живущими аминь друзья и давайте мы тогда коротко помолимся сейчас я помолюсь и поведу вас немного в этой молитве пожалуйста закройте глаза сейчас вместе со мной и помолитесь вместе со мной попросите этой милости у господа чтобы нам всегда жить под его покровом давайте вместе молимся дорогой небесный отец мы благодарим тебя за благодать быть и называться твоими детьми на этой земле мы просим тебя сделай нас такими кто умеет жить вместе с тобой не просто изредка заглядывать во святое святых в твое славное присутствие но никогда не покидать его мы молимся тебе об этом мы просим тебя господь и все доверяем твои святые любящие руки во имя иисуса аминь аминь и аминь будьте благословен аминь